Также я хотел поблагодарить всех глав территорий, которые с первого дня отнеслись к этой задаче серьезно, внимательно. И сегодня мы видим великолепное выполнение по предоставлению тех условий. Обращая особое внимание глав муниципальных районов, городские округа у нас в чуть проще ситуация, там нужна предметная ваша вовлеченность. Есть ли какие-то комментарии у Подольска, Дубны, Сергеева Посада, Нарафаминска? Пожалуйста, коллеги, есть ли у вас возражения по исполнению федерального закона и требований, которые мы предъявляем? Андрей Юрьевич, позвольте, Дубна Мухина, Вячеслав Борисович. Да, пожалуйста. Мы с Евгением Акимовичем в субботу разбирали эту ситуацию. У нас все четыре заявки резидентов особоэкономической зоны. А сегодня по закону особоэкономическая зона сама выдает технические условия. Поэтому при начале вот этой работы, очень важной, вышла задержка. Мы разберемся с этим делом и наверстаем, больше у нас просрочек не будет. Вячеслав Борисович, свободноэкономическая зона находится в рамках городского округа Дубна. Поэтому пригласите к себе, руководителя свободноэкономической зоны вместе с Буцаевым Денисом Петровичем. И спросите у них, почему происходит задержка выдачи тех условий, которые предписаны федеральным законом Российской Федерации. Мы сделаем все, Андрей Юрьевич, спасибо. Подольск, пожалуйста, есть ли какие-то возражения по поводу предлагаемой схемы взаимодействия нашим министрам? Андрей Юрьевич, добрый день. Никаких возражений по поводу схемы нет, тем более, что мы до этого сами, создав у себя в свое время экспертно-технический совет, минимизировали процедуры по выдаче технических условий и централизовали их получение. Есть одна проблема. Нам в поступивших поручениях от ГКУ РКИ по выдаче технических условий было предложено сделать в конкретный срок, например, до такого-то числа, такого-то месяца. Мы в 14-дневный срок уложились, 14 рабочих дней. Предлагалось это сделать в течение 7-8 дней конкретной дате. И вот с этим мы в минувшую субботу разбирались и надеюсь, что отработаем этот вопрос с МИН ЖКХ и таких у нас непониманий или проблем, которые сегодня были высочены, не будет. Но в 14 рабочих дней мы укладываемся. Да. Ну, здесь никакого нам героизма не нужно. Есть регламентом отведенные сроки, поэтому я прошу вас, закрепленного вами человека, Николай Игоревич, соответственно, урегулировать вопрос с нашим министерством ЖКХ. Да, есть. Договорились? Да. А Нарфаминский район, есть ли какие-то возражения по поводу использования схемы, предложенной МИН ЖКХ? Нет, никаких возражений, Андрей Юрьевич. Всё исправим в ближайшие дни. Вы что, мы один работаете в Нарфаминском районе? Где у вас народ-то? Нет, сейчас я... Все в полях? Вот, пожалуйста, у нас тут. Просто есть поручение, только... Хорошо, то мы забеспокоились, Вадим Вадимович. Опирайтесь на свою команду, пожалуйста. Михаил Юрьевич, у вас что с тех условиями? Уважаемый Андрей Юрьевич, добрый день. Никаких возражений нет, всё понятно. Евгений Агимович нам очень сильно помогает. Немножко, конечно, стыдно упустили этот вопрос, разобрались, наладили. Сейчас в ручном режиме всё отрегулируем. К нам в вопросах не будет, Андрей Юрьевич. Стыдно себя видеть в красной зоне. Спасибо за внимательное отношение к этой теме. Она не простая. Как я уже сказал, многие годы здесь не было чёткого, прозрачного, простого механизма предоставления тех условий. Но, коллеги, мы договорились с вами чётко, эффективно двигаться. И я очень надеюсь, что каждая территория заинтересована, чтобы бизнес, предприниматели, все, кто инвестирует в наши муниципалитеты, получали эти тех условия спокойно, без каких-либо происшествий. Поэтому мы эту тему сегодня обсудили. Все поручения принимаются к исполнику. Андрей Юрьевич, два слова Луховицы, Барсуков Владимир Николаевич. Мы полностью поддерживаем... Луховицы отдельно рассмотрим, с гостиницей с вашей, отдельно доложите. Гостиница у нас новая построена. Это рядом с ней вторая, Андрей Юрьевич, просто Андрей Юрьевич, Евгений Акимович не владеет ситуацией. Новая гостиница работает шикарно. А рядом с ней эконом-класса гостиниц, который будет подключаться коммуникациям от новой гостиницы. Построенная работа, Андрей Юрьевич. Хорошо, Андрей Юрьевич. У нас там проблем, что нет никаких. Да, спасибо. Проверим тогда. Проверим и еще раз вынесем этот вопрос. Спасибо, что вы в курсе, соответственно, этого инвестпроекта. Евгений Акимович, разберитесь с Луховицами и доложите отдельно. Я бы хотел еще раз обратить внимание глав территории на абсолютно банальные, очередные вещи. Бизнес, малое и среднее предпринимательство должны чувствовать поддержку власти, как на региональном, так и на муниципальном уровне. Со своей стороны, вице-губернатор раз в месяц готовится и проводит максимально широкую встречу по актуальным проблемам. Я не знаю, как часто должен сам глава лично уделять внимание бизнесу раз в неделю или раз в месяц, но то, что эти встречи должны быть регулярными, это совершенно очевидно для всех присутствующих сегодня на заседании правительства. Поэтому я еще раз хочу обратить внимание глав муниципалитетов, ваших первых заместителей, которые отвечают за инвестицию, за экономику, на актуальность этой темы. Это совершенно очевидно, и агитировать здесь лишний раз я не должен и не буду. Что касается вопросов, которые возникают, вы, наверное, видите, что опять это техусловие, подключение к мощностям, и это земельно-имущественные отношения. Соответственно, встречи эти мы здесь, в центре, в Доме правительства проводим по конкретным вопросам. Земельно-имущественные отношения, если они лидируют, если они являются проблемой, значит, должны обсуждаться регулярно до тех пор, пока они будут сняты и решены. Роскадастер, Росреестр, изменение в виде разрешенного использования, все, что касается земельных отношений. Прошу каждого главу взять это на вооружение и встречи такие регулярно проводить. Что меня волнует? Меня волнует жизнь 56 или 58 индустриальных парков, которые находятся на территории муниципальных районов. По крайней мере, я знаю, что такие территории существуют, и они должны быть готовы для новых инвестиций, новых заводов, фабрик и предприятий. Сегодня не было сказано ни одного слова про это направление, про развитие выделенных территорий в муниципалитетах. Я бы хотел дать поручение вам, Денис Петрович, чтобы все-таки вы нам пролили свет на состояние этих земель, которые находятся в границах того или иного муниципалитета. Для того, чтобы мы видели реально, кто приходит, куда приходит, и, соответственно, какое количество компаний выбирают Московскую область. Еще раз обращаю внимание, что мы все заинтересованы в том, чтобы рабочие места создавались там, где живешь. Для этого нужно создать максимально комфортные условия бизнеса. Не буду долго растекаться по древу и агитировать за очевидные вещи. Прошу еще раз подготовить доклад по развитию промышленных площадок, индустриальных парков и сделать сообщение.